Новость о задержании их начальника генерал-майора Александра Никитина ивановских полицейских возмутила. Они написали обращение к президенту страны, премьер-министру, министру внутренних дел и председателю Следственного комитета России. В послании коллеги Никитина характеризуют его как грамотного и честного руководителя. Ссылаются на то, что работы в злополучном здании на Кузнецово, из-за которого у генерала и возникли такие проблемы, еще до его прихода к должности были выполнены некачественно. В 2013 году оказалось, что требованием нового закона о полиции недостроенное управление не отвечает. Полицейские пишут, цитата, «Не останавливая строительство ни на минуту, уже в 2013 году в рамках суммы государственного контракта, не отступая ни на копейку, были проведены работы, позволившие в настоящее время практически завершить строительство». Конец цитаты. Никитин навел порядок и на стройплощадке, и в самом ведомстве. При этом успел нажить себе немало врагов во властных структурах. В этом и видят коллеги генерала причину его бед. В конце своего письма полицейские поясняют, что все документы по строительству неоднократно проверялись различными инстанциями, а инкриминируемое Никитину незаконное приобретение мебели для руководства УМВД вместо предусмотренного контрактом оборудования радиомониторинга и защиты информации не соответствует действительности. Цитата. «Оборудование радиомониторинга и защиты информации в соответствии с проектно-сметной документацией будет установлено к моменту ввода здания в эксплуатацию. Закупка мебели осуществлялась в соответствии с установленными приказами МВД России нормами положенности». Конец цитаты. К вышеизложенному можно добавить только одно. Согласно закону о полиции, которому не соответствовало здание, полицейский не может давать оценку действиям органов власти, а также допускать суждения в отношении должностных лиц. На волне шумихи вокруг дела Мамо Фирояна в 2013 году Михаил Крайнов за подобное письмо и выступление на митинге своей должности в правоохранительных органах лишился. По письмам в защиту Никитина уже 200 автографов. Означает ли это, что вскоре освободятся еще кресла в кабинетах Ивановского МВД? Наталья Гутарина, РТВ Иванова.